Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Муж выгнал меня из дома из-за того, что не смогла ответить по видеосвязи и подтвердить, что я ни с кем не встречаюсь. Ушла к подруге и сейчас мне пишет и звонит, говорит, когда приехать забрать меня, для него это просто ссора и вообще-то я его спровоцировал. Хотя, когда я пришла домой, он уже выкидывал мои вещи из шкафов и говорил, чтоб через минуту меня здесь не было, а оскорблял. Изначально я решил, что это развод, потому что очень часто оскорбляет меня, придирается ко всему. Но сейчас, после разговора с ним, появились какие-то сомнения. Не знаю, что сейчас делать. Ну, я думаю, первый вопрос, который надо себе задать, что делать, чтобы что. Если хотите гармонизировать отношения, мы поможем. Если хотите развестись, поможем пережить развод. Если хотите разобраться в себе, поможем себе разобраться, да, расставить свои приоритеты, решить свои внутренние противоречия, которые у вас есть и так далее. Что я вижу? Я вижу, во-первых, что вы, как будто бы, боитесь остаться одна. Вот. Это, ну, такой, первый, первый момент. Вот. То есть, как будто бы, вы боитесь остаться одна, боитесь остаться без мужа. Вот. То есть, у вас есть страх одиночества или страх быть брошенным. Это первое. Второе. Вы, значит, неуверенны в себе. У вас, ну, есть вот это вот, на мой взгляд, проблематика того, что вы как-то вот, ну, человеку, да, позволяете, ну, к себе относиться вот так, как вам не нравится. То есть, позволяете ему оскорбляться, да. Вот. Возникает, конечно, вопрос, на мой взгляд, вполне такой, ну, логичный вопрос, да. Почему, почему вы это делаете? Вот. То есть, ну, вследствие чего вы это делаете? Как вообще, вот, ну, как, как, получается, что вы так, что вы так делаете? Вот. Каким образом так вообще получается, что вы позволяете ему себя, ну, себя оскорблять, да? То есть, ну, вы считаете, что он, что он прав, вы считаете, что он, ну, может и должен так, так говорить, да, с вами и так далее. То есть, мы это связываем с низкой самооценкой и, опять же, страхом, эм, страхом, эм, ну, какого-то конфликта. Вот. Соответственно, если это есть, то с этим нужно работать, да, как-то вот, ну, работать в данном случае со самооценкой, да, со страхом и так далее. То есть, мы как-то вот в этом смысле видим ситуацию таким образом. Да, вот. То есть, выходить как-то из этого состояния, да, в котором вы находитесь, состояние жертвы, и как-то вот, ну, брать ответственность за то, что происходит с вами, да, брать ответственность за то, что хотите вы и так далее. Вот. Дальше. На мой взгляд, у вас имеет место быть чувство вины, потому что вот эта вот история про ревность, ну, вот то, что ваш муж, получается, вас, ну, приревновал, да, вот, это история про как раз-таки, значит, его ревность, его ревность, это его ревность и ваше чувство вины соответственно. Хорошо. Вот. Что такое чувство вины, это следствие и результат нарушения ваших личных границ, во-первых, во-вторых, это следствие наличия злости. Вот. То есть, вы злитесь. Ну, на человека, вот. Нормально ли это? Да, абсолютно, это абсолютно нормально. То, что вы, ну, злитесь на него. Другой вопрос, опять же, насколько вы себе позволяете это? Ну. То есть, ну, я бы сказал, что, возможно, возможно, не позволяете вообще. Вот. Ну, это только возможно. Вот. То есть чувство вины, это вот такая злость, которую вы, как бы, ну, направляете вот, ну, во внутрь. Вовнутрь. Вовнутрь. себя, вот, и, ну, запрещайте, как бы, запрещайте этому быть, вот, хотя это есть, у вас, вот, как-то так, просто что вы не знаете, что делать сейчас, на мой взгляд, свидетельствует об отсутствии у вас, значит, системы приоритетов, вот, над чем, как мне кажется, тоже нужно работать, вот, чтобы, ну, чтобы система приоритетов была, вот, сейчас у вас её нет, вот, чтобы она была, необходимо, в этом направлении тоже работать, вот, потому что, ну, вы не знаете, условно говоря, ну, что делать, вот, ну, так и мы тоже, мы тоже не знаем, что вам делать, потому что жизнь это ваша, вот, понимаете, как, какая, какая история, то есть за вас решать, ну, никто не будет, вот, помочь вам, именно помочь, да, можно помочь, можно помочь вам, это правда, вот, но нужно, чтобы вы хотели этого, опять же, вот, нужно, чтобы вы, ну, как-то вот, нуждались в этом, вот, понимаете, какая штука. Поэтому решайте, на этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен, желаю вам всего самого доброго, доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо. 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 Спасибо.